В эфире новости Юргу. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас в студии Дарья Паклина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Цифровая индустрия в Юргу. Иностранные студенты играют в волейбол. Визит консула из Узбекистана в Юргу. Международная научная конференция «Цифровая индустрия. Состояние перспективы развития 2020» в нашем университете проходит в онлайн-режиме. Подробности далее. За прошедшее десятилетие информационные и коммуникационные технологии сильно изменились. Ключевыми элементами эпохи четвертой промышленной революции стали цифровые двойники, киперфизические системы и искусственный интеллект. Чтобы оставаться конкурентно способными, очень важно своевременно внедрять передовые технологии, знать об их развитии. Поэтому Юргу организовал конференцию «Цифровая индустрия. Состояние и перспективы развития 2020». На ней обсудили тему внедрения новинок в сфере цифровой индустрии и инновационных методов и инструментов для их разработки. «С одной стороны, одно из трех ключевых стратегических направлений нашего университета – это цифровая индустрия. И с другой стороны, мы уже идем в этом плане достаточно серьезные результаты. Вот та конференция, которая проходит сегодня, вот сегодня целый день докладов, пленарных докладов, вы видите уровень этих пленарных докладов. Это два президента, вице-президент Эмерсона, это профессор из Оксфорда, одновременно профессор нашего университета. Это будет еще много таких докладов серьезного уровня. То есть, если посмотреть на нашу страну, то Южноуральский государственный университет является, я бы сказал, одним из, но правильнее будет сказать, лидером, безусловным лидером в области цифровой индустрии». В конференции приняли участие спикеры из США, Японии, России, Китая, Германии, Индии, Великобритании и других стран мира. С докладом выступил президент корпорации Эмерсон Майкл Трейн. Он рассказал о видении того, как должна развиваться цифровая индустрия и о том, каких результатов они достигли. «Направление цифровой индустрии у нас реализуется на факультете в разных аспектах. У нас, так как факультет связан с металлургическим производством, то вот все, что сегодня звучало на конференции, так или иначе связано с технологическими процессами, которыми мы занимаемся. И цифровизация этих процессов, она, безусловно, не проходит без нашего участия. Мы консультируем, как технологи, тех людей, которые строят и создают визуализацию, создают цифровые дневники. И наш факультет, безусловно, вовлечен в эту работу». Конференция прошла на двух языках – русском и английском. Большой объем полезной информации и взаимообмен опытом позволил понять степень развития цифровых технологий в Челябинске. На конференции обсудили роль ЮРГУ в жизни города, а также продемонстрировали результаты изучения и внедрения инновационных методов и инструментов для их разработки. Во второй день конференции «Цифровая индустрия. Состояние и перспективы развития 2020» обсудили создание цифровых двойников для повышения эффективности работы металлургических предприятий. Так, например, спикер Данила Целиканов рассказал о необходимости цифровой трансформации индустрии и внедрения на металлургических предприятиях сервисной бизнес-модели. Она связана с комплексным предложением услуг. В ходе взаимодействия заказчика-исполнителя формируется дополнительная ценность как в момент продажи, так и на протяжении всего срока службы изделия. В планах у ЮРГУ создание рабочей группы специалистов по внедрению технологий, связанных с индустрией 4.0 на металлургических предприятиях России. Первый такой проект запустят на Магнитогорском металлургическом комбинате. Старший научный сотрудник инновационного отдела ЮРГУ, инженер научно-исследовательской лаборатории механики, лазерных процессов и цифровых производительных технологий Марина Самодурова подчеркнула, что ЮРГУ сотрудничает с компанией «СМС Групп» и ее отделением «Металлургический сервис». Компания обслуживает практически 80% металлургических предприятий, где используется оборудование «СМС Групп». Мы уже знаем, что у нас в университете существует лаборатория, которая работает совместно с компанией «СМС Металлургический сервис». И работа лаборатории в основном нацелена на такое направление, производственное направление, которое связано с ремонтом, восстановлением металлургической оснастки. Еще один обсуждаемый проект на конференции – цифровой двойник Челябинска. Он позволяет в реальном времени видеть, что происходит в различных системах города. Разработав цифровую модель, появится возможность получать различные данные системе и понимать, насколько эффективно она работает. В Челябинской области готовы ввести новые ограничения при резком росте заболевших коронавирусом. План ограничительных мер озвучил губернатор региона Алексей Текслер. Мы готовы принимать решения по ограничительным мерам. Наборка этих мер нам понятна. И, собственно, последовательность самих решений тоже понятна. Если мы увидим ухудшение ситуации, то первое, что мы сделаем, это старшеклассников школ, учащихся СПО и вузов отправим на дистант с преимущественным нахождением дома. Далее, те мероприятия, проведения которых у нас разрешены, они могут быть ограничены, как в принципе их проведение, так и количество зрителей, которые присутствуют на этих мероприятиях. Сейчас, вы знаете, действуют требования Роспотребнадзора и от 30 до 50% у нас идет заполняемость в кинотеатрах, в театрах и так далее. То есть мы их ограничим, ограничим до 25%, если такая потребность будет. Далее мы смотрим на возможность ограничения уже работы общепита, ресторанов, кафе, в первую очередь в ночное время. Это, кстати, актуально и с точки зрения тех новогодних праздников, и то, что происходит до праздников. И в данном случае, если потребуются, мы такие решения примем. Узбекистан, Туркменистан, Ирак, Таджикистан, Казахстан, Африка и иностранные студенты ЮРГУ приняли участие в соревнованиях по волейболу. Второй год подряд в спорткомплексе Южноуральского государственного университета проходит турнир по волейболу среди иностранных студентов. По словам специалиста отдела по работе с иностранными студентами, Валерии Чачиной, спортивные мероприятия для зарубежных гостей проводятся раз в месяц. Мы стараемся проводить спортивные мероприятия раз в месяц. Инициаторами, когда как, получается, чаще всего это либо сами студенты, либо активисты Ассоциации иностранных студентов предлагают то или иное мероприятие, какие-то, повторюсь, были ежегодно запланированы, потому что нравятся, потому что большой спрос, даже сейчас при каких условиях, при условиях всех ограничений, которые мы соблюдаем. И есть некоторые новые мероприятия, спортивные, как, например, плавание. То есть мы что-то новое пытаемся внедрять. В турнире приняли участие 6 команд по 8 человек – юноши и девушки из Узбекистана, Туркменистана, Ирака, Таджикистана, Казахстана, Африки и других стран. Я постоянно участвую в спортивных мероприятиях, но я люблю больше играть в волейбол, поэтому много играю в волейбол. Постоянно прихожу на игры. Но как бы мы все играли уже одну партию с командой интернационалом, но мы уже выиграли их. Но я чувствую, что у них команда слабая была очень, и мы тоже, поэтому, как бы, не стали так сильно играть. Я пользуюсь за иностранные студенты. Это разные страны. Мои друзья, они из Львана, Туркестана и Кыргызстана. В турне прошел соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и требований распотребнадзора. По итогам соревнований первое место заняли студенты из Туркменистана, второе место из Таджикистана и третье место из Узбекистана. С 19 по 21 ноября на базе ЮРГУ пройдут Дни философии на Южном Урале в онлайн-формате. Подробности далее. Дни философии на Южном Урале проходят на площадках трех крупнейших вузов Челябинска. На платформе Google Meet в течение трех дней в ЮРГУ обсудят философские осмысления, новых телевизационных вызовов и стремительно изменяющихся реалий. Проведут панельную дискуссию, философский диалог в цифровую эпоху, неформальные философские объединения и организуют интернет-флешмоб. Сценические практики визуализации картины «Афинская школа». Отметим, что в течение всего периода онлайн-мероприятий Дни философии на Южном Урале в сообществе ВКонтакте представят уже состоявшиеся и будущие проекты научного коллектива кафедры философии ЮРГУ, а также стендовые презентации, видеоклипы и информационные заметки. В Сочи завершился форум современной журналистики, где были подведены итоги Всероссийского конкурса Союза журналистов России. Одним из призеров стал выпускник ЮРГУ Владислав Чухров. Он представил в номинации на лучшее журналистское произведение 2020 года фильм «Война за мир». В своей работе Владислав рассказывает о трагедии в городе Аргуни Чеченской Республики, произошедшей 2 июня 2000 года. Там во время взрыва погибло по разным данным от 22 до 26 милиционеров Южного Урала. Это история про челябинский отряд полиции, тогда еще милиции, в котором был мой дядя. Вот в том теракте он погиб. И мне захотелось разобраться, кто виноват в этом теракте. И вот получилось как-то не просто разобраться, а сделать из этого еще и хороший материал. Ну и как-то найти правду в себе. Может быть, как раз у жюри эта работа вызвала какой-то эмоциональный всплеск, потому что тема очень такая щепетильная, и о ней у нас мало говорят. Призер признается, что журналистика – это его призвание. А в скором времени Владислав представит новую работу – фильм о памятниках культуры, которые мы теряем из-за халатного обращения. В деревне, в которой я часто раньше ездил, стоит храм, который является объектом культурного наследия. Но он разрушается. И мне хотелось показать людям, что вот это же не единственный храм. Таких у нас много по всей области. Не только храмов, это еще и памятники, какие-то дома старинные. За ними никто не следит, не ухаживает, хотя по закону должны. В прошлом Владислав Чухоров работал редактором новостей ЮРГУ-ТВ, а теперь является корреспондентом регионального телеканала ОТВ. Конкуренцию Владиславу составили журналисты со всей России. Всего на конкурсы из-за журналистов России поступило 655 работ. Жюри выбрали только 32 из них. Наш университет продолжает развивать международное сотрудничество. В ЮРГУ с визитом прибыли генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Ректор ЮРГУ Александр Шестаков встретился с генеральным консулом Узбекистана Абдусталом Хатамовым. Цель визита – обсуждение создания Центра евразийской культуры в нашем университете. В ходе встречи с уважаемым вектором также договорились создать Центр узбекского языка и культуры на базе университета на целью полиализации нашего языка. Хочу отметить, что это идет в интересах как нашей, так и российской стороны. Центр будет создан для того, чтобы студенты могли знакомиться с трудами, книгами, культурами и национальными ценностями. Также генконсул передал ЮРГУ пятитомник долгового узбекского словаря с целью популяризации узбекского языка. Он станет одним из первых экспонатов Центра. И в этом году хорошим начинанием послужил этот пятитомник. И в дальнейшем это будут также какие-то подарки, сувениры, которые будут привозить генконсульство. Ну и ребята сами тоже не остаются в стороне от этого. Ребята привозят сами очень много из дома, даже музыкальные инструменты, уникальные музыкальные инструменты. И вот это именно та уникальная возможность, чтобы создать такие центры в университете. ЮРГУ давно поддерживает дружеские отношения с генеральным консульством Узбекистана. Так, в прошлом году было проведено более 15 совместных мероприятий. В актовом зале ЮРГУ дал концерт Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Классическая музыка, звуки скрипки, виолончели, контрабаса под руководством главного дирижера, народного артиста СССР Юрия Симонова. В ЮРГУ выступил знаменитый Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Вот исполнительный такого уровня. Это один из лучших симфонических оркестров нашей страны. Юрий Симонов – это выдающийся дирижер. И это замечательный подарок нашему университету. Особенно это важно, что это происходит в такое непростое время, когда пандемия, и оркестр приехал в наш город и выступает на сцене нашего университета. Концерт прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Каждый гость в маске и на безопасном расстоянии друг от друга. Антисептик в свободном доступе для всех желающих. В этом году мы нетрадиционно открываем студенческую филармонию. Обычно у нас это состоялось в сентябре, а в этом году мы в ноябре проводим открытие студенческой филармонии. И вот сегодняшний концерт, наверное, к большому сожалению, первый и единственный в сезоне студенческой филармонии 2020 года. В подготовке, конечно же, были определенные сложности, потому что нужно было соблюсти все нормы Роспотребнадзора. Но я думаю, что мы справились. Оркестр исполнил известные произведения классиков Моцарта и Брамса. Главный солист, лауреат международных конкурсов Леонид Железный. Сразу после карантина сезон стал очень насыщенный. Очень плотный график. Сейчас гастроли, сегодня в Челябинске, 14 числа я в Ростове, потом в Москве. Состоялся мой дебют с маэстро Юрием Ивановичем Симоновым. И я первый раз в Челябинске, что очень приятно. Аплодисменты не смолкали после выступления артистов еще долгое время. Зал аплодировал стоя. В рамках студенческой филармонии это единственный концерт, состоявшийся в этом году. Но, по словам директора Центра творчества и досуга ЮРГУ, следующий концертный сезон будет очень насыщенным. Преподаватели Южноуральского государственного университета стали наставниками школьников в проектах, которые помогут Челябинской области развиваться. Подробнее в следующем сюжете. Начни проект «Сириус». Так называется новая программа регионального центра выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи Челябинской области. ЮРГУ провел установочную сессию для заинтересованных школьников. Им представили задачи, которые сформулировали совместно с ведущими предприятиями региона в рамках проекта «Умный город Челябинск». Нам нужно было дать максимально большое количество свободного выбора школьниками проектов, поэтому наш университет представил 31 проектную задачу. Это достаточно много, большое количество проектных задач по всем направлениям, и гуманитарным, и техническим. Мы хотим, чтобы школьники Челябинской области смогли сделать что-то своими руками, создать конкретное реальное решение этой проектной задачи и выйти на конкурсы, например, на большие вызовы, конкурс «Шаг в будущее» и так далее. В установочной сессии приняли участие 503 человека. По итогам появились новые желающие, которые после отбора в ЮРГУ также смогут принять участие в проектах. Сессия прошла в дистанционном формате. Школьники изучили теорию и отработали знания на практике. Конечно, они работали из дома, но при этом они работали на тех же программных средствах, что используется и на предприятиях, и в конструкторских бюрох. При этом те изделия, которые они создали, причем это были эксклюзивные изделия у каждого школьника, у каждого ребенка, мы попробовали вырастить на университетском оборудовании, чтобы они не были. Убедились, посмотрели на них же умы. И это, опять же, был определенный восторг. Не все пока с этим школьники сталкивались. По мнению наставников-преподавателей, школьники отличаются от студентов своими взглядами и большей заинтересованностью. Так думает и Арина Марфицына, куратор проекта «Цифровые медиа в умном городе». Его основным результатом станет создание мультимедийного лонгрида «Челябинск. Умный город». У школьников все-таки взгляд на профессию более романтизированный. Несмотря на то, что многие из них являются корреспондентами студенческих СМИ, вообще как-то связаны с журналистикой, все-таки у студентов уже более осознанный взгляд на профессию, поскольку вот они практикуются уже в реально действующих СМИ. Кто-то на ЮРГУТВ, кто-то за пределами университета. Следующая сессия пройдет зимой. В этот раз к наставникам-преподавателям добавятся и наставники-студенты. Преподаватели отмечают, что довольны тем, как проходит установочная сессия и готовы продолжать работать со школьниками. Это восторг, когда масса вопросов. Это удивление, когда они живо интересуются различными направлениями, в нашем случае юриспруденции, практической юриспруденции. И не только, когда они, не отрываясь, сидят и смотрят на вопрос. Ребята, может, все-таки перерыв, они говорят, нет, подождите, мы не устали. То есть вот это действительно, это радость, это восторг, это восхищение в какой-то мере и родителями, которые смогли воспитать таких детей и школьниками. Зимнюю сессию наставники хотят провести в очном формате. Они надеются, что ситуация позволит это, так как практическая часть проектов и будет в итоге предложенным решением данных задач. Друзья, напоминаем вам, что в Юрглу соблюдается масочный режим. Просим вас носить маски в учебных аудиториях и при перемещении по корпусам университета. На сегодня это все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова